Сегодня я расскажу вам, как теория функции комплексного переменного и анализ сингулярности применяется для нахождения асимптотики коэффициентов комбинаторных структур. И это повествование было бы невозможно без Филиппа Флажоле, который умер не так давно и который совершил, буквально говоря, прорыв в том, как люди могут анализировать асимптотику. Дело в том, что его подход был не очень привычным для многих людей. Например, известный парень из комбинаторики Джон Риордан писал, что есть люди, которые используют нормальные методы, типа конволюции Вендермонда, другие, к моему ужасу, используют контурные интегралы, дифференциальные уравнения и другие ресурсы математического анализа. Другой известный математик Доран Цельбергер также писал, что его прямо-таки раздражало, как он использовал все эти методы в тот момент, когда можно было без них обойтись. Но позже он увидел его очень красивые, пионерские работы, которые изменили его мнение. Теперь я расскажу вам, как это работает. Берем какой-нибудь комбинаторный класс, который мы хотим исследовать, и задаем его в спецификацию. Вот, например, деревья. Мы уже знаем, что дерево – это вершина и последовательность деревьев. И отсюда получается уравнение, произведящее функцию, которую многие из вас наверняка уже много раз видели. Лямбда-терма, которая применяется в функциональном программировании, также могут быть заданы с помощью этого способа. В лямбда-исчислении есть абстракции, аппликации и свободные перемены. Любой лямбда-терм получается либо с помощью абстракции, либо с помощью аппликации, либо он является листовой вершиной, то есть переменной. В качестве примера я написал некоторые лямбда-терм и дерево, которое ему соответствует. Каждый листочек должен быть привязан к некоторой лямбде. Это я отображаю красными стрелочками. Еще один пример, который я хочу вам рассказать – это направленные циклические графы с возрастающими метками. Допустим, мы хотим, чтобы сверху вниз метки не убывали, и все n кружочков были помечены числами от 1 до 9. Можно выделить максимальный и минимальный элемент, и мы уже помним, что это соответствует производной. Следующий шаг – это получить функциональное уравнение из нашей спецификации. Причем это может быть разной сложности процесс. Всякие там фибуначи и каталаны. Вот видите, фибуначи – это рациональная функция. Каталан содержит корень, в билообразной перестановке содержит тангенс. Кстати, интересный вопрос. Если мы рассмотрим тернарные деревья, то есть уравнение будет не квадратичное, а кубическое, то какая будет сингулярность? Оказывается, сингулярность все еще будет иметь вид квадратного корня. И это бы даже, может быть, в состоянии самостоятельного доказательства. Третий шаг – это анализировать сингулярности. Если мы рассмотрим производящую функцию как функцию на комплексной плоскости, то, допустим, вот у бюллетеней самая близкая сингулярность к грунту – это алгоритм 2. Все сингулярности можно расположить по убыванию от нуля. Самая ближняя – это доминантная сингулярность и так далее. Я хочу рассмотреть два примера, в которых мы можем найти явное решение – это число каталана и число беспорядков. И оба этих явных решения мы посмотрим, как они себя ведут асиментатически, и поймем, можем ли мы сделать то же самое, не зная ответ. Числа каталана, напомню, они выражаются такой красивенькой формулой. И как раскрыть Сэшку, если М стремится к бесконечности – это вопрос, на который отвечает замечательная формула Стирлинга. Формула Стирлинга в таких ситуациях просто незаменима. Она говорит о том, как аппроксимировать М! Вы многие наверняка ее видели и, возможно, даже в курсе анализа читали, как ее можно доказывать. Таким образом, если мы применим, то получим, что экспоненциальная часть растет как 4 степени в минус 1. Теперь поймем, что такое беспорядки. Помним историю про людей, которые пришли на бал, и у них были шляпы, и потом каждый надел не свою шляпу, и какая вероятность того, что такое могло произойти. На самом деле ситуация, когда каждый надел не свою шляпу, соответствует тому, что мы рассмотрели случайную перестановку, в которой нету циклов длины 1. На этом рисуночке у нас есть цикл длины 5, и вполне могло оказаться, что был цикл длины 3 и длины 2. Перестановка – это множество циклов, а беспорядочная перестановка состоит из циклов, длина которых больше единицы. Получается очень простая произведящая функция. Если воспользоваться формулой свертки для функции 1 делить на 1 минус z, и для функции е в степени минус z, то мы получим знаменитый ответ в виде чередующейся суммы обратных факториалов, что стремится к е в минус первой при большом n. И теперь смотрите внимательно. Я сейчас расскажу только обозначении. Это бабочка. Бабочка – это экспоненциальная скорость роста, когда мы пренебрегаем полиномиальными членами. И обратите внимание, что экспоненциальная скорость, она имеет отношение к сингулярности. Очень непосредственно. Сформулируем первое правило асимптотики коэффициентов. У нас стоит в том, что положение сингулярности функции f от z комплексной диктует экспоненциальный рост асимптотики коэффициентов. Второе же правило, которое я сейчас тоже напишу, гласит, что кроме положения сингулярности, здесь есть еще и локальное поведение этой сингулярности. И оно определяет субэкспоненциальный сомножитель в асимптотике. Например, для тех же чисел Каталана субэкспоненциальный сомножитель – это единица на 4 корня из πн куб. Есть теорема, которая позволяет ответить на такие вопросы формальные, сформулировать эти правила более аккуратно. Рассмотрим мироморфную функцию f от z. Это значит, что ее сингулярности – это только полюса. В некотором ограниченном диске пусть у нее будет только одна сингулярность – в точке альфа. Напомню, что полюс – это когда функция локально имеет асимптотику единицы на z минус альфа в степени m, где m – целое число. Если это так, то тогда можно аппроксимировать рост коэффициентов экспоненциальным сомножителем альфа в степени минус n умножить на многочлен p от n, многочлен, имеющий экспоненты, многочлен имеет степень порядок полюса минус 1. Давайте докажем эту теорему. Можно f от z расписать в сумму по степеням z минус альфа и выделить такую полюсную часть, сингулярную и аналитичную часть. Понятно, что коэффициент функции – это какая-то такая линейная сущность, и значит, можно отдельно расписать по биному Ньютона первую часть. Мы видим многочлен и экспоненциальный сомножитель. А аналитическую часть мы оцениваем с помощью интегральной формулы Каши. Мы берем контур радиуса r и по нему интегрируем. Мы же можем взять любой контур, значит, возьмем такой вот большой контур. Формула Каши, ее все знают из курса FKP. И так как мы знаем, что модуль z фиксирован, мы можем оценить максимальное значение функции на окружности. На самом деле, можно взять бином Ньютона не только для целых показателей, но и для комплексных. А гамма-функция – это такой объект, тоже, возможно, про который кто-то что-то слышал, но никто не знает, что это за штука. Ну, это что-то типа факториала, только сдвинутая на один коэффициент. На самом деле, про гамма-функцию в Википедии можно посчитать очень много всего интересного. Например, у нее есть полица в точке 0, минус 1, минус 2, минус 3. И она выглядит как-то очень так вот, она так быстро растет. Еще есть формула, которая говорит, что если гамма как-то перемножит, какие-то синусы вылазит, в точке 1, 2 получается вероятность на интеграл, корень из π. Есть там всякие разложения с константами Эйлера. Констант Эйлера – это то, что приближает к гармонической последовательности логарифм, или за какие-то от Z функции Риммана. Еще можно написать бесконечное произведение для функции гамма от Z. И это тоже какая-то просто волшебная вещь. Это связано с тем, что у синуса тоже есть разложение в бесконечное произведение. Одну из формулеров придумал Эйлер, другую – Вейрстрасс. Еще эта гамма-функция, она выражается через лиминесканту Бернули, и не спрашивайте меня, что это. Есть там такие свойства, что можно ее интегрировать, там логарифм гамма-функции, он себя как-то там хорошо ведет. И более того, логарифм гамма-функции тоже можно локально раскладывать в какие-то ряды. Вот видите, еще вылезла тут производная Z функция Римм. Да, и производная Z функция тоже связана с гамма-функцией. И вообще, если суммировать расходящиеся ряды, получается минус 1,12. А такие, так вообще, в общем, это все к теоретическим физикам, которые любят суммировать расходящиеся ряды. У гамма-функции очень много хороших свойств. И, да, и чтобы их понять, можно этому посвятить отдельный курс. Чего только стоит то, что n-факториал, обратный факториал, разложение, смотрите, имеет один и тот же набор коэффициентов с точностью до знака. Это удивительный факт, который я пока не умею объяснять, но это тоже можно объяснить комбинаторно. Но есть одна проблема в нашем рассуждении. Если степень не целая, допустим, мы имеем дело с корнем, то он не аналитичен, что это значит. Что есть такой разрез комплексной плоскости. Смотрите, да, эта штука похожа на Пакман. И в разрезе функция является как бы двулистной. На самом деле можно нарисовать что-то вроде риманной поверхности функции корень из х. И это будет такая штука, типа есть один лист, он там заворачивается наполовину, потом накладывается сам на себя. И, в общем, если пытаться себе это представить, как-то графически визуализировать, получается какая-то сложная вещь. Ну и, допустим, корень кубический из х, он будет трехлистным и так далее. А логарифм — это вообще там как-то фундаментальное накрытие. У логарифма получается бесконечное число листьев. И возникает вопрос, мы же не можем взять эту сингулярность и окружить ее каким-то большим радиусом, потому что у нас будет такая полосочка, в которой функция как бы неоднозначно определена. И для этого приходится интегрировать не тупо в круге, а в какое-то такое более чуть-чуть сложно устроенном множестве. Формально это звучит так. Если заданный радиус, допустим, больше единицы, некоторый острый угол, то этого достаточно, чтобы сказать, что асимптотика функций она влечет за собой асимптотику роста коэффициентов. И этот принцип, он, по сути, позволяет нам узнать все. Допустим, можно рассмотреть функцию что-то типа степенная функция на логарифмическую функцию. Мы, может быть, чуть позже рассмотрим примеры комбинаторные, в которых это возникает. Или есть конструкции, в которых возникают логарифмы из логарифмов. И есть целый метод, который позволяет все это аккуратно сделать. А контур, который возникает при доказательстве теоремы, он как бы из маленькой окружности, которая заворачивается как единички. Давайте рассмотрим два регулярных графа. Это значит граф, у которых степень каждой вершины равна 2. Собственно, это множество из циклов длины больше, чем 2, но циклы у нас не ориентированы. Значит, нужно разделить пополам. Когда мы возводим экспонент от половины логарифмов, у нас получается корень. Давайте ради развлечения попробуем разложить, посмотреть на разложение первых четырех членов экспоненты по степеням функции корень за 1 минус z. И что мы тогда получим? Не спрашивайте меня, опять же, почему, но единица на корень за 1 минус z, это такая табличная функция, для нее коэффициенты уже выписаны, и не мной. Если мы все это сложим, то мы получим правильную асимптомтику. Всем спасибо за просмотр. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok